Осман Аик, главный советник по туризму муниципалитета провинции Анталии, считает, что сейчас для туристического турбизнеса основным фокусом должен знать... Не говоря то, что сейчас будут раздавать маски бесплатные сегодня. Из-за того, что нам нельзя выходить на улицу, они будут просто развозить всем. Маски принесли. Всем привет! И это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я ваш гид по Анталии. Всем горячий привет из жаркой Анталии! Привет! Да, в Анталии жарко, в Анталии очень жарко стало. 25-26 градусов каждый день. Но вы видите, где мы открыли наш пляжный сезон? На нашем балконе. Потому что нам по-прежнему нельзя на море. Мы море видели издалека, а подойти близко к нему нельзя. По-прежнему у нас такие ограничения. Но ограничения касаются не только нас, жителей Анталии, но и также и вас, наших зрителей. Вы все не можете сюда приехать. И сколько это будет продолжаться, мы сейчас вам расскажем о последних новостях. Что здесь говорят в Турции о начале туристического сезона. Детям, что мы только не придумываем, чтобы развлечь детей. Потому что дети уже, которую неделю дома... Вам скучно? Да. Вот. Дети уже хотят в школу, представляете? Дети хотят пойти в школу. Ну а пока мы вот развлекаемся так. Помните, у нас была палатка на этом же балконе. Теперь у нас матрас. Как мы его надували. Это тоже интересная история. Просто пытаемся обыгрывать все. Мы не знаем, сколько мы еще будем жить на нашем балконе. Вы знаете, какие новости? Вот вчера прочитала я. Вот Осман Аик, главный советник по туризму муниципалитета провинции Анталии, считает, что сейчас для туристического турбизнеса основным фокусом должен знать внутренний туристический бизнес. То есть туристов из-за границы в ближайшее время, как он намекает, не ждут здесь. Потому что каждая из ваших стран тоже закрыла границы. Аэрофлот перестал продавать билеты до 1 августа. Хотя тем, кто купил раньше билеты Аэрофлота, они не получили еще письма. Я почему знаю? Потому что у меня подруга имеет такой билет. И я ей сама вчера сказала об этом, она так удивилась, потому что ей ничего не сообщили из Аэрофлота. И вообще Аэрофлот считает так, что надо посмотреть, как будут развиваться события дальше, но пока они начинают продавать только с 1 августа. У кого есть билеты, и если они еще не решили вернуть за них деньги, пока вот они висят в таком подвешенном состоянии. Turkish Airlines перенес ограничения вылетов до 20 мая. Что будет дальше, тоже неизвестно. То есть постепенно так вот компании все отдаляют свои вылеты. Ну аэрофлот получился, поступил дальше всех. Знаю, что в Израиле до 1 сентября тоже нет вылетов. В других странах уже намекают своим гражданам, что вы летом никуда не поедете. И вот такая постепенная информация собирается крупинками. Нет, чтобы вот действительно всем заявить и сразу сказать, все, до 1 августа вы никуда не едете, там с 1 августа или с 1 сентября планируйте свой отпуск. Но вот местные туроператоры в Турции стали перебронировать туры, которые были куплены на весну, на начало лета, стали перебронировать уже на осень, на сентябрь, на октябрь. Это правда, здесь вот что происходит, тоже все переживают тяжелые времена, потому что новые туры не продаются. Им бы перебронировать то, что уже есть, то, что уже куплено. Поэтому я не знаю, когда мы с вами увидимся, мы уже говорим сами, когда же нас самих выпустят отсюда, потому что всем надоело. Но ориентируют, что начало туристического сезона будет именно внутренний туризм в Турции. И как мы уже поняли, что это будет с 23 мая, когда будет праздник Рамазан, это большой праздник здесь, обязательно будут выходные. Даются выходные всей стране целая неделя. И турки, и раньше, и былые времена, эту неделю использовали на отпуск, приезжали сами на курорт сюда. Либо наоборот, из курортов какие-то их маленькие города, или большие другие города, где они вообще родились. Сама Анталия здесь пустела, с чемоданами всей машинами уезжали местные жители, а сюда наоборот приезжали жители более холодных областей Турции. Ну вот будем ждать, какие будут развиваться новости. Ну вот какие последние новости, какие последние сплетни, ну это уже я уже не знаю, ну советник по туризму, ну в принципе не должен давать сплетни. То есть какая-то информация есть, ее постепенно-постепенно народу выдают. Очень жаль, конечно, очень многие люди надеялись, что все-таки до 1 июня. Хотя кто знает, вот возьмут, дадут приказ. Все, вирус закончился, все свободны, можете ехать куда хотите. Если вы спросите, как у нас обстоит с этой болезнью здесь в Анталии, я не могу вам дать достоверной информации, потому что в официальных источниках больше не публикуют. Уже целую неделю информации по количеству здесь нет. Показывают... Только карту, где есть маленькие точечки. Точечки светятся, что там есть заражен. А какое количество, а что это обозначает, что вот в каком масштабе, об этом информации нет. То есть показывают просто общую цифру, общая цифра, каждый день увеличивается на 4 тысячи. Но также есть у нас уже большое количество выздоровевших, и уже в новостях большую часть времени показывают именно этих людей, которые счастливые, выходят из больницы, им все хлопают, их показывают лица, их это все. Так что информация у нас немножечко пошла более позитивная. Вот мы сидим сегодня дома. Ну, уже, в принципе, не грустно так. Снимаем это видео, мы выходные. Кто уже знает, субботу, воскресенье, все сидят дома, нельзя выходить просто так на улицу, даже погулять. Но самое интересное, что за хлебом можно пойти. Все продуктовые магазины закрыты. Работают только аптеки и, конечно же, больницы и поликлиники. Ну и фырын, где пекут горячий хлеб. Мы сегодня за хлебом не ходили, потому что купили вчера. Да, собственно говоря, мы уже три раза могли его купить. Мимо нас проезжало уже три разных машины с хлебом и предлагали его купить. Эти хлебные проезжающие машины мы снимали для сторис. Поэтому смотрите наш инстаграм. People Antalia, подписывайтесь. Потому что в инстаграм снять быстрее, телефон где-то под рукой всегда есть. И сразу можно выложить и про погоду, и природу. Для видео это уже мы как-то готовимся, мы планируем. Действительно, мы планируем, что мы будем говорить. Информацию какую. Хотела я рассказать эту информацию вчера вечером, потом думаю, в принципе, хорошую информацию надо рассказывать срочно, сразу. Когда что-то такое случится, а когда вот на уровне слухов, что может 1 июня, когда этого говорили, а теперь говорят, 1 августа уже откроется, туристический сезон для иностранцев. А как оно будет на самом деле, вот мы тоже не можем сказать. Как вот прочитали сами, как что узнали последнее, вам рассказываем. Переживаем. Переживаем и о себе, что нам уже здесь надоело. Я переживаю, что у меня дети застряли дома и толком не учатся. Но знаете, что министр образования в Турции-то рассказал-то? Министр образования в Турции рассказал, что возможно 3 варианта развития событий. Первый вариант развития событий, то, что мы все выйдем в школу где-то уже в конце мая и сдадим общий экзамен. То есть нужно все это пройти, то, что выкладывают на ЭБА, и пройти какие-то там работы. Второй вариант развития событий, то, что все наши оценки перенесут из первого семестра. И уже поставят такие же годовые, то есть выведут общий балл. Третий вариант событий, то, что летние каникулы у нас сократят. То есть у нас будут они всего лишь до конца июля, и уже в августе, и вообще целый учебный год мы будем ходить в школу. Меня этот вариант развития событий вообще не устраивает. То есть получается нам засчитали, что дети сейчас типа на летних каникулах, но дети не могут выходить из дома. Дети не могут полноценно отдыхать. То есть как бы что-то, а это засчитают каникулами, а потом заберут каникулы летние, вы будете учиться. Но министр образования сказал так, что они еще не приняли окончательного решения. Сам президент дал им такие полномочия, что каждое министерство будет принимать решения самостоятельно. Министерство образования самостоятельное решение. У нас же также министр здравоохранения каждый день выступает вечером, в новостях, показывает табличку эту. И они тоже принимают решение о том, насколько долго мы будем находиться в таком режиме. Ну получается, зачем же министр образования об этом сказал? Потому что сейчас все об этом говорят. И в новостях говорят. И он сказал, что это не точная информация. То, что я еще не уверен в этом. Но все уже говорят, как же мы будем на летних каникулах. У нас не будет летних каникул. И будет жара. В жару действительно тяжело будет учиться. Это ужасно просто. Вот как вот. Будет 35 градусов, а дети должны идти в школу. Ага, еще и учиться, конечно. Мне кажется, это будет просто пизделя какое-то. Просто это не учеба. Но это хорошо, когда у тебя не выпускной класс, а вот выпускные классы. Вот они сказали, что экзамены не будут переносить. Например, ЛГС. Это экзамен такой. Их тоже не будут переносить. Все как в прошлом году. То есть важные события они не переносят. А все, что не важно, они могут делать с этим все, что захотят. В общем, сейчас у людей такая мини-паника случилась. Что за такое? Лучше бы министр образования вообще ничего не говорил. Молчал. Потому что как бы все ждали 30 апреля. Ну, ждем. Вот как бы все дома. А тут начались эти разговоры. И вот люди опять начали паниковать. В Турции, видимо, не было столько серьезных, много событий, как было в России. Потому что мы, мне кажется, вообще спокойно переносим уже любые кризисы. Нас ничем не сломаешь. А здесь для них это вот что-то. Что-то новенькое. Смотрите, хлеб едет. Да, вот. Это уже четвертая машина мимо нас проезжает. Зовут хлеб. И спрашивают, хотим мы ли хлеб. Ну, мы уже могли бы купить. Но утром они возили. Потом на поздний завтрак возили. Сейчас, получается, уже возят коберы. Бибикают, зовут. Потом будут, видимо, к ужину развозить хлеб. Тут уже какой-то новый сервис. На прошлой неделе об этом рассказывали, что было в Куни-Алты, в Лимане хлеб развозили. У нас в Кипезе этого не было. Ну, видите, как быстро прогресс доходит везде. По Антали, видимо, им это всем понравилось. Они говорят, что сейчас будут раздавать маски бесплатные сегодня. Да. Из того, что нам нельзя выходить на улицу, они будут просто развозить всем. Маски принесли? Вот, посмотрите, нам принесло наши бельдеки. Пес Белли Ди Си. Тут написано Сокаячек Май Алым. Давайте не будем выходить на улицу. Вот, три масочки принесли. Две черненькие, одну красненькую. Вот так это выглядит. Пахнет не очень приятно. Ну, а мы тут решили позагорать. Сейчас нужно будет сложить зонтик. Все. Не ругать. Вот. Все, сначала вот эту штуку. Все, это мы бросаем сюда. Я покешу. Все. Опа. Так вот сложить надо. Опа. Все, готово. Мы сложили зонтик. Можно его положить сюда. Все, ребята, начинаем загорать. Загорать? Ребята, вам нравится дома? Да. А если мы купим большой бассейн? У нас же большой балкон. Да. И прыгнем все туда. Что будет? Мы проваливаемся к соседям. Да. И они будут в шоке. А вы как сюда провалились? Ну, я думаю, они не будут в шоке. Они просто будут без балкона. Да. В общем, это, я думаю, это плохая идея. Поэтому пока что мы загораем. Не знаю, что мы будем через еще 2-3 недели делать, если мы будем дома сидеть. Неделя пройдет, то это нас выпустят на улицу. Вот это моя мечта. Будет класс. Вот, смотрите, дети уже о чем мечтают, чтобы их выпустили на улицу? Мечта на море, чтобы ехать на море там и покупаться. А еще у нас на балконе мы же не можем раздеться до купальников. Может, и есть соседи, которые вот видите, вот там вот смотрят и наблюдают за нами. И думают, какие-то мы сумасшедшие. Ну, я думаю, уже все тут в округе привыкли, что мы блогеры. И нам нужно что-то придумать для нас и для вас, ребята, чтобы вам было интересно за нами следить, смотреть постоянно. В общем, что-то придумываю. Хорошо, что у нас есть большой балкон, и мы можем себе это позволить просто. И хорошо, что у нас были такие вообще вещи. Мы привезли их из России. Например, палатка. Вот этот матрас, кстати, был специально для палатки. А еще посмотрите, как папа, мама и мой младший братик собирали вместе палатку. Там нужно было ее собрать восьмерками, несколько раз сложить разные цвета. Ну, в общем, посмотрите. Я сейчас ускорую и вам покажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пока мы снимали видео, солнышко немножко уже ушло. Ну, матрас уже надули. И, соответственно, мы уже завтра с раннего утра можем уже здесь на нем лежать. А так пока вот позагорают ножки, хотя бы так. Вы спросите, а что делает Юсуф? Будет ли он кушать, готовить на камеру? Будет. Обещал. Мы ждали этих выходных специально. Мы запаслись продуктами, потому что уже знали, что нельзя выходить. Уже все люди спокойно с понедельника уже знали про выходные. А так муж у меня покрасил забор возле нашего дома. То есть какой-то дома находится что-то подкрасть, что-то поделать. Наши соседи начали заниматься покраской. То есть постепенно люди ищут, чем бы еще занять себя дома. Потому что, правда, скучно. И не знаешь, сколько это продолжит. Понимаешь, насколько теряешь время. Раньше все были активные, все что-то делали постоянно, на работу ходили. А сейчас вокруг только дома, вокруг своей квартиры детей. Ну, по крайней мере, теперь у нас беленький забор. Цветочки наши там растут, мандарины цветут, цветы другие вокруг. Мы выходим вокруг нашего дома погулять. На улицу детям нельзя далеко уйти. Вот максимум через соседние ситы пройти на соседнюю улицу. В таких вот условиях живем. Когда закончится, не знаем. Вообще не знаем. Нет чувства определенности. И вот это тяжело, что нет определенности. Мне кажется, назначили бы точную дату. Мы бы знали, ждали ее. А так все откладывают, оттягивают. И ни конца, ни края этому не видно. Видео у нас хорошее, радостное. Вот придумали, как позагорать. У вас, надеюсь, тоже пришла весна. И у вас тепло. У нас, в принципе, уже настоящее лето. Вам всего наилучшего желаем. Да, всем лучшего. В Турции будет скоро праздник. Купили мы флажки к празднику. Будем украшать здесь. Все скоро вывесят здесь флаги. Но мы об этом вам расскажем позже. Еще у нас придет Пасха. Ну, заранее не поздравляют всех. Но обязательно об этом мы тоже скажем. В Турции любят все праздники. И со всеми будут поздравлять. Всего вам самого наилучшего. Подписывайтесь, ставьте лайк. Будем рассказывать про нашу жизнь. По возможности показывать красоты Анталии. Ставьте лайк, чтобы пропустить наши новые видео. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши все новые видео. Вот видите, растут новые молодые блогеры у нас. Мы вас все любим. Всем пока!